Привет, друзья! Хотел я с вами поделиться маленькой весточкой из мира грамотного мышления. Люди часто спрашивают меня, ну где вот, зачем это, где оно применяется, это твое грамотное мышление. И знаете, в последнее время я все чаще взаимодействую с бизнесом, и вот когда доходит до подписания каких-то бумаг, всегда куча нюансов, как вообще в процессе переговоров каких-то, так и вот у меня был случай совсем недавно, когда уже нужно подписывать с людьми бумаги, но когда уже пора выезжать на подписание, возникает нюанс, который одна сторона в договоре прописала вот только что, сегодня, не уведомив другую сторону, самовольно, в общем, и это касается денег, конкретно касается денег. Там какая-то сумма заметная будет получена второй стороной контрагентам позже, а не раньше. И внезапно, да, то есть нужно это моментально улаживать. И вот таких нюансов их очень много, постоянно очень-очень много. Чтобы с кем-то о чем-то договориться, нужно очень много общаться, и очень много возникает моментов, которые немедленно нужно отрабатывать. И понимаете, люди постоянно заняты, постоянно кто-то где-то на каких-то объектах, да, у кого-то совещание, кто-то где-то едет, и пропадает связь, ему неудобно. То есть нужно решать оперативно, нужно еще следить за настроением людей, да, как кто может, не может, устал, там, голова не работает по телефону, что-то по почте. И опять же, где-то получил какую-то информацию, не успел там вовремя оповестить человека, что ты ее получил, и он из-за этого не запустил какой-то процесс. И во всем этом очень сильно грамотное мышление помогает. То есть когда все по полочкам, все структурировано, мысли работают, там, здесь так, здесь так, причинно-следственные связи выстраиваются, ты очень быстро, очень эффективно, какие-то ситуации возникают, и ты раз-раз-раз-раз-раз, и в итоге, ребят, ну, это приводит к тому, что, ну, например, не за полторы недели зарабатываешь деньги, а за три дня. Вот возникла ситуация, да, и с кем-то нужно подписывать договор, можно было это вести полторы недели. Даже, ну, на самом деле, тот договор, о котором я сейчас подумал, там две недели. Вот две недели, но получилось за три дня. Вот все. И получение денег после этого. То есть вот так проявляет себя грамотное мышление, а тут вот на днях произошел другой случай, который совсем другого типа, которым я тоже хотел с вами поделиться. Хорошая знакомая рассказала мне, что она вышла на след своего прадеда, который воевал в Великой Отечественной войне. И есть некоторые сведения про него, и вот бы как-то что-то еще про него найти, в общем, ничего не понятно, а тема семейная-то там очень волнительная. Вот в этой семье очень как бы люди, ну, это для них важно, они очень переживают об этом. И я решил помочь. Время было уже такое ночное, но перед сном я мог посидеть, немножко позаниматься этим. А там еще у человека плохо интернет ловил, и я решил помочь, потому что там то ли что-то открывать самостоятельно человеку, там скачивать что-то, то ли я картинку, если кидаю через WhatsApp, она там уже ужатая, там легче гораздо открывается. И я решил помочь. Я стал искать, искать, искать. И, в общем, абсолютно минимум сведений про какого-то красноармейца в 43-м году, и что он там якобы подвиг совершил и получил награду, боевую награду. И я начал раскапывать информацию, и стало не сходиться. То есть он вроде бы в одной дивизии служил, но награда, которая описана, вот как он ее получал, она на карте, ну, в общем, там написано, где это было. По гуглу пробиваешь, где это. Показывает определенное место в Украине. А часть эта военная, когда была в Украине, то была совсем в других местах. А мимо этого места, даже когда переброска происходила, то все равно далеко от этого места проходил маршрут. А уж какие-то действия они там не вели. И непонятно совершенно. И пришлось очень много раскапывать документы, вплоть до вот оцифрованных. В общем, я нашел уже боевой журнал подразделения и разбирался там во всех этих документах. В общем, какой итог, ребят? Два часа приблизительно. И я сбросил по WhatsApp, вот этой своей знакомой, конкретное место. Вот карта, точное, понятное место, населенные пункты, причем их искать тоже это было очень сложно, потому что там половина этих населенных пунктов не существует больше. Когда ты в боевом журнале в такой уже пожелтевшей вот этой уже такой, я даже не знаю, она почти как замшелая выглядит бумага, и там еще тоненько какими-то там такой ручечкой, такими чернилами как-то непонятными, написано от руки, таким еще поспешным шрифтом что-то. И вот ориентиры, какие-то населенные пункты, а их нет. Их нельзя на современной карте найти, да? И вот наконец-то найдена конкретная местность, показана, где стояла эта дивизия, которая правильно все совпадает, и конкретно вот это место, где вот конкретно был совершен подвиг. Пожалуйста. И известно, куда потом убыл этот красноармеец. Ну, для людей это было очень волнительно, это вот в семье большущее событие, все там были в радостном шоке, там пролили немало слез. Но главное, что, понимаете, от первой какой-то входящей информации, то есть для меня, еще раз, я же не сыщик, и не занимался этим профессионально, и не знал, какие-то какие-то там боевые журналы частей в интернете есть отфотографированные, и вообще не имел с этим никогда соприкосновения. Но есть первая входящая минимальная информация, и по первым же ориентирам Google уводит совсем в другую сторону. Плюс в списке красноармейцев, которые там тоже отфотографированы, там еще немножко наискосок, как-то, получается, на странице было написано, и полосой, когда выделяет строку, что это за красноармеец, то там непонятно, в общем, у вот этого горизонтального ряда таблицы то ли вверху часть пишут, то ли внизу, и, в общем, казалось в итоге, что он в другой совсем дивизии, там совсем под другим номером. Это тоже давало ложный след, а оно там тоже в Украину приводило. А оказалось, что место в Беларуси на самом деле. И, в общем, куча ложных следов, и тут неправильный номер части давало, и Google уводил там по конкретному, какое-то место там гуглишь, оно выдает, что это в Украине, а в итоге пришлось там раскопать уже документ там совсем подробный, и, ну, в нем там уже все, подписи командиров стояли, и там дата, там я сравнил, что через всего лишь неделю после заявленного подвига происходило награждение, и думаю, ну, командир же не мог за неделю перепутать страну, в которой вот неделю назад его боец отличился, правильно? То есть стали исходить из этого, значит, ну, по этим населенным пунктам кое-как там нашли, и все, и конкретное место вот прямо точно-точно было найдено. И всего два часа, понимаете? Первые какие-то входящие данные, и все, побеждены вот эти там и косые ряды, и непонятные шрифты, и несуществующие ныне населенные пункты, и Google, который показывает место совсем в другой стране, там просто совпадало место по ориентирам. Все было побеждено, все найдено, и все совершенно точно, и все в итоге совпало. И потом уже на открытой исторической карте вот тех лет, вот эти несуществующие пункты, да, вот они, вот они, вот они, и все, что в боевом журнале написано, вот все совпадает, и все точно совпало. Вот что такое грамотное мышление. Оно, знаете, вот я всем объясняю про английский язык, что его нужно учить наперед, на будущее, потому что когда однажды он вдруг нужен, то вы его знаете в итоге, а окружающие не знают его, и они не могут задним числом выучить вдруг английский язык. Они могут только завидовать вам. А вы учили, учили, вроде непонятно, ну и что, куда его, а потом однажды он нужен, и все, а вы его знаете. Точно так же и грамотное мышление. Вроде бы что это, где это, непонятно. А потом при любых каких-то вопросах, задачах, проблемах вдруг оказывается, что вы умный, и вы классно проблемы решаете, а все остальные не умные, они плохо решают проблемы. Как-то так. Поэтому, ребят, грамотное мышление прежде всего, развивайте его по возможности всегда. А с вами был Торвальд. Пока.